Всем привет! Меня зовут Арига Чю и вы на канале Арига Чю Вару До. Сегодня мы с вами поговорим о китайской косметике и это будет совершенно новый для Ру Ютуба бренд. Флот. Знаете, не одним flower nose единым и тут тоже есть что показать и о чем поговорить. Но перед тем, как я начну показывать и рассказывать про эту косметику, рекомендую вам поставить лайк, подписаться на канал, включить колокольчик и так далее. А также не забывайте, что у меня есть телеграм-канал, куда выкладываются ссылки на интересные находки, красивые фотографии и новости из мира Японии и других азиатских стран. Про историю бренда Флорт особо нечего рассказать, их не создавали косплееры популярные, там не было какой-то такой истории и развития. Просто обычный косметический бренд. Кстати, на Амазоне я прочитала, что они all nature, cruelty free и все такое, но это подтвердить вам точно не могу. На упаковках все по-китайски, если там хоть что-то написано, то... Здравствуйте, Лиса. И если там хоть что-то написано, то я не понимаю, но Амазон нам американский говорит то, что cruelty free. Бренд существует уже несколько лет и выпустил уже много коллекций, поэтому, как мы видим, он неплохо продается. На данный момент бренд заинтересован только в китайской, азиатской аудитории. На английском языке нашла только одно ревью, но так как бренд сейчас активно появился и на Алиэкспресс, и так далее, все больше иностранцев о нем узнает. У него достаточно низкий ценовой сегмент, но пока до нас зайдет, конечно, получается уже не так дешево. Я попыталась охватить почти все, что они выпускали. Особенно меня интересовала коллекция Nice to meet you, но и другие продукты тоже есть. Предлагаю нам начать по коллекциям и начнем с коллекции Nice to meet you с пудры. У всех продуктов Nice to meet you идут в комплекте брелки, кроме продуктов для губ. Эта пудра мне очень нравится, дизайн этой коллекции. Просто водная гладь и цветочки. Очень красиво по-весеннему, по-летнему. Пудра у меня в оттенке 01, есть еще второй оттенок. Но кроме 01 и float, тут больше ни одного слова по-английски. А ну, ладно. Flower float is blooming и так далее. Nice to meet you. И также тут есть сроки годности до 2025 года, я могу ей пользоваться. Это хорошо. Также все упаковки были в пленочке защитной. Обратите внимание, куда будете заказывать, чтобы у вас все было. У части коллекции там была защитная этикеточка одна. Но все есть, вы увидите, что вы первый владелец этой косметики, когда будете заказывать. Просто упаковка, конечно, выше всех похвал. Очень красиво выкидывать, как всегда, было очень жалко. Но я справилась. Прикрепила брелочек. И на самом деле, эта пудра, это теперь must-have моей сумки. Потому что здесь есть зеркало. Это единственный продукт, у которого идет в комплекте зеркало. В принципе, очень даже неплохое. И я ношу с собой, не припуткиваться даже, а просто, чтобы у меня в косметичке было зеркало. Потому что их у меня, казалось, нет. В телефон мне смотреться неудобно. А сама пудра немножко розоватая. Такая очень гладкая и немножко силиконистая. Но мне она этим понравилась на самом деле. Немножко, как будто бы даже подсвечивает. Чуть-чуть, чуть-чуть высветляет. То есть она непрозрачная. Все-таки она такая немножко подсвечивающая, как мне показалось. Чуть-чуть высветляет. Я наношу кистью, потому что у меня кожа сухая. Но в комплекте идет спонжик, с которым она особо и не закрывается, кстати. Вот это просто, наверное, как раз считается походной пуховочкой без всего. Но я просто использую как крышечку, чтобы на пудру ничего не попадало и не пачкалось, когда я пользуюсь зеркалом. От пудры у меня только приятные впечатления. Я последние две недели активно ей пользуюсь. Очень нравится. Очень приятное ощущение. Она хорошо закрепляет макияж. Тон достаточно у меня влажный, который сама не закрепляется. Пудра с этим отлично справляется. Очень здорово. Рекомендую попробовать. Она очень сильно отличается от пудры Flower Nose. Она менее рассыпчатая. Хоть они и обе компактные, прессованные. Но пудра от Flower Nose такая более рассыпчатая, более... Легкая. Не в плане нанесения легкого, а вообще сама по себе более легкая. А эта же наоборот. Она такая прям хорошо спрессованная, но на кисть переносится нормально. С ней вот с этой пудрой вы не переборщите. В отличие от Flower Nose, когда там можно себе настолько кистью, что у вас будет все лицо просто в пудре. Здесь очень удобно как раз для варианта носить с собой. Слишком много пудры вы не несете. Нанесете ровно стойко, сколько нужно. Поэтому пудрю я ставлю пятерку. Может быть, не знаю, 4,8 из 10. Мне понравилось. Покупки рекомендую. Далее из коллекции Nice to meet you перейдем к теням. Это малышка на 4 оттенка. 3 матовых и 1 такой металлик. Я бы сказала, с глиттером. Ну, ладно, металлик тоже сильно сказано. Тоже красивая упаковка. Брелок. Все супер красиво. Это у меня оттенок номер 02. Также тени годны до 2025 года. Но это, видимо, магазин присылает такую косметику. И эта палетка у меня вызвала 50 на 50 впечатление. Возможно, даже 60 на 40. Но это я сейчас скажу вам в целом. Пойдем по порядку по оттенкам. Открывается нормально. Зеркала нет. Но зато она очень компактная. При этом сами рефилы достаточно большие. Мне понравилось здесь 2 оттенка. И 2 оттенка не понравилось. Мне понравился не самый светлый. Он как-то плохо переносится кистью. Как будто бы пятнит. Немножко залипает. Я использую этот самый светлый как базу. Как вот общий фон для нанесения остальных теней. С этим, в принципе, он справляется. Можно также им потом чуть потушевать что-то темное. Но как-то странно. И вот этот металлик. Он как-то уже немножко замылился. И достаточно плохо переносится пальцем. Напоминает мне корейские тени. А это для меня не комплимент. Поэтому, ну да, что-то там блестит, что-то переносится. В принципе, можно и кистью наносить. Особенно на какие-то мелкие участки. Например, под глазом кистью отлично бегло. А вот сверху на века недостаточно блеск для меня. Хотя сводч был очень красивый и жирнущий. Может быть, мне нужно было пальцем лести. Я все испортила. Ну да. Все. Там вот первый слой был отличный. Дальше уже не так. Но зато два остальных матовых оттенка просто красота. Я понимаю, что достаточно простые цвета. Такой темно-розовый. Немножко в красоту отдает такую теплую. И потемнее. Такой розово-коричневый. Эти два оттенка просто чудесные. И достаточно яркие. И хорошо наносятся. Вот этот очень красиво смотрится даже на моем цветотипе. Хотя я не очень люблю такие теплые тени. Очень красиво. И в целом все цвета, эти четыре между собой, очень хорошо сочетаются. Почему я сказала 60 на 40, хотя мне понравилось два оттенка и не понравилось два. Этой палеткой очень удобно сделать повседневный макияж. Обычно иногда бывает то, что непонятна логика палетки. И ты такой, цвета есть. А как я сделаю этого один гармоничный макияж? Вопрос. Здесь же все у вас получится. Возможно, не хватает светлого оттенка для уголочка, например, почерпнуть сияние. Но, в принципе, это можно заменить хайлайтером. А так, на каждый день эти четыре оттенка, мне кажется, очень хороший, универсальный вариант. Если сравнивать эти тени по качеству, то, конечно, Flower Nose они уступают немножечко. Но при этом вполне себе Jossie, Colorose даже может быть чуть похуже, чем они. В принципе, впечатления остались очень позитивные. Учитывая красивую упаковку, не самую высокую цену, даже, я думаю, что неплохо. Вряд ли я буду повторять еще какую-то палетку из этой серии в другом цвете. Но вот это я пользуюсь. Рука к ней, скажу честно, тянется. Я и косплейный макияж ей делала. Ну, конечно, добавляю еще другие тени. И сейчас, конечно же, на мне все от флорта. И вот последние две недели я ей крашусь. Не только потому, что я ее тестирую. Но и она в целом очень, не знаю, рука к ней тянется. Вот она не будет у вас лежать на столике без дела. Мое впечатление от этих теней вот такое. Поэтому, если на скидке на какой-то, или просто найдете не очень дорого, я бы взяла какую-нибудь такую проверенную гамму, которая вам точно подойдет, в оттенке, который несложно сделать. Как, например, вот здесь даже простые оттенки. Никаких проблем с ним нет. И просто купить, потому что действительно на каждый день или в путешествии, если не брать брелок, то она очень компактная, очень мало места занимает. Поэтому могу сказать, что больше понравилась, чем нет. Но вопросики к ней есть, она не идеальна. Следующими пойдут румяна от Float. И они очень красивые. Здесь нет зеркала, как и в тенях. Но это вообще им не мешает. Во-первых, это все равно очень красиво выглядит. Оттенок у меня 0,7. И я с ним не промахнулась вообще. Ну посмотрите, вот серьезно, оно как будто бы играет на этих румянах. Как будто такая розовая вода с цветочками. Очень красиво. Брелок здесь, кстати, точно такой же, как на тенях. На пудре отличается, а вот здесь точно такой же, как на тенях. В принципе, можно снять потом, когда закончите румяна, и повесить куда-нибудь в другое место такой брелок. Очень мило. Ты не сильно переплачиваешь за него, но настроение поднимает. И сами румяна, о май гад, они просто невероятные. Напоминают мне мой любимый Candy Doll румяна. Очень классные. Рекомендую. Во-первых, оттенок, вот этот я, извините, очень хорошо подобрала. Он достаточно такой прохладненький. Немного, можно сказать, морозный. Но на самом деле очень свежо и, естественно, смотрится на лице. Лично для моего оттенка кожи, для моего цвета типа идеально. Также они хорошо тушуются, достаточно яркие. Не нужно и 5 слоев наносить. Не нужно и как бы пятно вы не поставите особо, растушуете в любом случае. И они, конечно, так, немножко пылятся, как румяна. Там, если вы так, как я, там крошки, конечно, полетят. Но в целом очень классные, очень удобные. Мне очень понравился этот оттенок. Они явно будут одними из моих любимых румян. Но, как вы понимаете, у румяна это вообще не самое сложное. И вообще, мне кажется, очень сложно сделать плохие румяна. Но можно. Но тут я еще и в оттенок попала. Поэтому довольно на все 100 рекомендую. Итак, из коллекции Nice to meet you остались только продукты для губ. И давайте к ним перейдем. Первой я покажу вот такую помаду. Она в форме сердечка. Она не выкручивается. Она нажимается. И помада поднимается. Тут, кстати, видно прозрачный корпус. И видно, насколько помпа идет вверх. Вы увидите, когда у вас помада будет заканчиваться. Это также оттенок 0,7. И могу гордиться. И в этот раз я не промахнулась ни с одним оттенком. Мне все очень нравится. Как я уже тысячный раз говорила, у китайцев есть такая проблема, что все продукты для губ, все розовое, все красное, оно немножко рыжит. Но тут нет. Холодные ягодные оттенки. Очень красивое. Но мне нравится наносить только на чистые губы без всего. Без карандаша и так далее. На карандаше смотрится уже как-то похуже. Как-то не сочетается оно с карандашом. Даже от этого же бренда от Float. И поэтому рекомендую пользоваться ей отдельно на каждый день. Удобно в нанесении. То есть без кисточки, без всего. В сумку кинуть, например. И она не потечет. И при этом очень классная. Но она прям от соприкосновения с теплыми губами прям тает. Поэтому, возможно, первые пару раз придется наловчиться, чтобы нанести ее аккуратно. Чтобы за контур она особо у вас не уходила. Но лучше, наверное, иметь софеточку, чтобы подправить. Или наносить только в центр и пальчиком чуть растушевать. Но это не тинт. Поэтому в это вы съедите. В любом случае. Нужно это будет повторять через часа полтора и так далее. Но она не говорит вам, что она будет в стойке или что-то еще. Это обычная сияющая такая помада, которую нужно обновлять. Но оттенок классный. На губах ощущается тоже прекрасно. Не сушит, что главное. Вообще ни один продукт, который я купила, мне здесь не сушит. Что вообще очень здорово. И переходим дальше. Можно подумать, что это консилер. Такая странная упаковка. Почему такой бежевый телесный оттенок. Но нет. Это очень-очень ягодный блеск для губ. Да. Такой. Можно сказать, что вот это тоже сияющая помада. Только уже с аппликатором и более жидкая. Тоже не прогадала с оттенком. Это оттенок 11. Все остальное по-китайски. Поэтому название оттенков я вам не назову. Это 11 оттенок. И мне очень понравился. Также тут очень интересный аппликатор. С одной стороны обычный. С другой стороны лопаточка. Лопаточку в последний раз я встречала в продуктах Candy Doll. Тоже японский бренд. Достаточно бюджетный. И она мне нравится для нанесения таких текстур. Поэтому очень интересный аппликатор. Рекомендую попробовать. Возможно вам будет удобно. Я, например, иногда жалею то, что лопаточка не во всех блесках для губ. Потому что для блеска для губ вообще идеальная лопаточка, как мне кажется. Извиняюсь. Хорошо наносится. Тоже может быть чуть более жидким, чем вам хотелось бы. Это я имею ввиду то, что границы. Но вот это уже с карандашом дружит получше. Можно спокойно наносить на карандаш. Тоже рекомендую ближе к центру наносить. И потом уже немножко распределять. Или уже почти сухим аппликатором. Или пальцем даже. Тинтуют совсем чуть-чуть. Это не тинт. Это блеск для губ. А сейчас этот блеск на мне финальный. И я безумно довольна. Это уже, по-моему, коллекция не Nice to meet you. Но это такой лип-глосс блеск для губ с блестками, с ментолом. Должен быть немножко плампером, насколько я понимаю. И вот здесь уже аппликатор только лопатка. Кстати, очень хороший ограничитель. Что там, что там. Ограничитель отличный. Да, мелкие прям настоящие блестки в нем. Баночки, конечно, очень красиво на губах. Ну, нормально. Это чисто поиграться. Ничего сверхъестественного нет. Просто если вы хотите вот такой блеск для губ, то можете себе позволить. Но он ничего не будет встречаться от чего-то более бюджетного. Просто действительно поиграться. Мне прям захотелось его купить. Я купила. Но на самом деле не рекомендую. Просто... Просто вот обычный блеск для губ с лопаткой аппликатором. Вот единственное плюс его тоже там лопаточка. Очень хорошо и жирненько наносится. Не липкие. Все блески, что я говорила, они не липкие. Волосы к ним не липнут. Это какая-то магия. Но это так. Теперь, я думаю, мы перейдем к коллекции Cute Things. Это Cute Things Supermarket. Это карандаш для губ. Просто уж мы говорим про продукты для губ. Очень удобная форма. Необычная для карандаша для губ. Мне очень понравилась. Это очень удобная форма. Просто легко рисуются губы. Но я промахнулась. Я купила очень светлый латинок для себя. Я обычно беру карандаш чуть темнее, чем мне надо. Или прям как мне нужно. Там цвет моих губ. Но тут он намного светлее. Это выделяется. И, к сожалению, мне не подошло именно как для моих помад. Но как отдельный продукт, если целиком просто зарисовывать. Достаточно интересный. Такой холодноватый цвет. Немножко ретро, потому что он такой светлый. В детском для губ, в принципе, даже немножко полскульному или даже поляру. Я думаю, что он мне всем может потравиться. Потому что очень уж мягкий. Очень мягко наносится. Но для моих сухих губ, как и всего, это очень удобно. Спасение. Он, возможно, не такой стойкий. Он внутри съестся побыстрее, чем более. Такие жесткие карандаши. Но зато как же легко им рисовать. Рекомендую обратить внимание, но берите оттенки чуть потемнее. Это прям совсем светлый оказался. Но я его, я думаю, тоже использую. И куплю еще другие себе оттенки. А это уже карандаш для глаз. Не уверена, что это коллекция Кью Тринкс. Возможно, это что-то с Бабл Ти, с Бобой. Но на упаковке не нашла никакого названия. Это темно-коричневый карандаш. Автоматический. Выдвигается механический. Механический. Тоже для межреснички мне нравится. Мне нравится для нижнего века вот прорисовки вот этой части. Чтобы потом чуть подтушевать. Как стрелка, мне кажется, мягковат. Я вообще не люблю рисовать стрелки карандашом. Но для вас в этот раз попыталась. И мне кажется, немножко мягковат. Если сильно выкрутите, он сломается обязательно от нажатия кожи. В целом, я легко. И мне нужно давить легко. Прям ведете, легко рисуете. И тогда будет ничего. Нужно приноровиться. Но как межресничка, как вот для нижнего века. Меня полностью устраивает. Обязательно буду повторять. Мне нравится то, что он милый дизайн. Такой прорезиненный корпус. Очень приятно держать в руках. Все эти точки, они все на ощупь объемные. Это очень приятно на ощупь. И не скользит. И не знаю, очень удобно, очень приятно держать в руках. Я думаю, что этот карандаш тоже, если вы готовы к мягкому карандашу, если он вам нужен, то берите. Если нет, если нравятся чуть более жесткие карандаши, то тогда он не стоит вашего внимания. В принципе, все китайские карандаши от Color Rose и так далее были примерно вот такие. Я как бы ожидала, что он будет точно такой же, как остальные китайские карандаши. Но мне такое нравится, я такое беру. Возможно, хотелось бы чуть пожестче. Например, у Etude House был хороший карандаш для глаз, чуть более жесткий. Но это тоже очень неплохие, мне нравятся. Сейчас я просто еще раз напомню про вот эту подводку. Она есть нормально для стрелок. И вот такая телесного цвета бежевого для рисовки мешочка под глаза. Просто незаменимая вещь коллекция Drink More Milk, насколько я понимаю. Там еще были разные с коровками. И она мега классная. Серьезно. Один-два штриха. И у вас этот мешочек нарисован тонкой линией. Ничего не нужно тушевать. Вы не переборщите. Очень красиво. Определенная вещь. И я ее как раз купила самой первой от Float. Но теперь я себе еще одну взяла на всякий случай про запас, когда заказывала всю эту косметику. Потому что я думаю, что она же потихоньку заканчивается. Так как ни один мой макияж без этой подводки не обходится. Всегда я ей рисую себе мешочек под глазами. В любом макияже, даже самым простом. Потому что так глаз становится намного больше. Это все продукты, которые я подготовила для вас в этом видео. Что я хочу сказать по итогу. Бренд, конечно же, в первую очередь привлекает своими дизайнами. У них много разных коллекций. Мне кажется, для любого любителя найдется. Ну, может, кроме совсем готичных и мрачных. А вот такого миленького. Более спокойные, нежные, цветочные. С животными, с продуктами, с кофе, чаем, коровками. Все очень милое. Все в таком азиатском стиле. Убер милом. И при этом мне понравилось качество. Оно в целом ожидаемое от китайской косметики. То есть, это не чудо чудесное. Но, знаете, не бьюти бомб. И я хочу сказать пару слов про магазин, в котором я заказала. Я заказала эту коллекцию и вообще всю эту косметику не в High Better Me Store. Я посмотрела и подумала, и дороговато, конечно. И заказала в другом магазине, где цены были прям сильно ниже. Ну, и что вы думаете? И вот это сильно ниже очень сильно сказалось на качестве упаковки. Мне просто пришел конверт, который внутри пупырка одним слоем. Обычно сережки в таких присылают и все. То есть, никакого дополнительного уплотнения не было. И в любой момент это все могло разбиться. Все мои текстуры. Пудра, тени, румяна. Они все могли просто разбиться в дороге. Я не знаю, меня спасло то ли то, что посылка была такая большая, крупно спокованная или что. В принципе, конечно, в коробках там они хорошо упакованы. Но прям очень сильный бросок мог все это убить. И я нашла отзывы, где людям приходила разбитая косметика. Ну, конечно же, я нашла эти отзывы, когда уже все заказала, оплатила и сидела. Поэтому, да, это получается дешевле. Но я, конечно, оставлю ссылку на этот магазин, где я купила. Но, наверное, не рекомендую там заказывать. То есть, заказывайте там на свой страх и риск. А вот в High Better Me Store есть вся та же, по-моему, косметика. Но упакуют вам там, конечно, получше. Но и стоить оно будет сильно дороже. Сейчас я заказала еще одну коллекцию. Флот, которую я не могла обойти. И уже из третьего магазина буду надеяться, что найду какой-то идеальный магазин по соотношению цена и качество доставки. Также на стрим я уже говорила, если вы боитесь нарваться на подделку, то главное. Во всех китайских косметических продуктах смотрите, чтобы в отзывах и в самом товаре было название правильно бренда. Флот, потому что китайские бренды не могут выпускать подделки в один-в-один. И всякие Ходжо, Ходжо, Ново, они делают точно такую же упаковку с того же самого завода. Но пишут здесь свое название не актуального бренда, не Флот, а будет Ходжо. И так далее. И это уже будут подделки. Они стоить будут совсем копейки, 100-200 рублей. Вы можете подумать, так, наверное, и качество не отличается. Но я не хочу рисковать, если честно. Поэтому рекомендую все-таки поддерживать бренд, который все это и придумал. В целом у меня впечатления косметики только позитивные. Я и тенями даже довольна, которые мне понравились меньше всего из данного заказа. Но, как показали, не только Flower Nose может хорошую косметику. Продукты для губ, я бы сказала, здесь на уровне, если не чуть повыше. Потому что, если честно, здесь мне, наверное, оттенки больше нравятся и их разнообразие. Здесь больше оттенков для продуктов для губ. И, собственно, именно продуктами для губ они стали известны за пределами Китая. Все берут красивую помадку, а уж красивую пудру люди такие, я уж возьму там, наверное, что-то свое. А продукты для губ здесь точно то, на что стоит обратить внимание. И также подводки. Пудра мне тоже понравилась. Тени 50 на 50, 60 на 40. Румяна прекрасные. И палитра очень хорошая. Рекомендую обратить внимание. Не забывайте подписываться на мой Telegram канал, который вас ждет. Там я делюсь с интересными находками и не только. Спасибо вам большое, что досмотрели это видео до конца. Пишите, про какие китайские бренды вы бы еще хотели обзор. Или, может быть, другие азиатские. Мне очень интересно. И если вы уже пользовались этой косметикой, то напишите ваши впечатления. Возможно, они у вас полностью диаметрально противоположны. И вы совершенно не согласны с тем, что я сейчас сказала. Всем большое спасибо и пока!